ни к чему это не приводит, это куда? Михаил, послушайте секунду, Михаил, послушайте меня, как вас зовут? Точка зрения Егора вас не приведет никуда, я вас уверяю, и девушка предназначенная для вас никогда не окажется в браке с Егором, поэтому вот те тысячи девушек, которые ходят по Москве, они все ваши! Так это и хорошо! Татьяна, вы, как я понял, не верите в метаморфозы, они, может быть, когда-нибудь да и поменялись бы местами, а любовь, сама любовь, она не стала чем-то другим в 21 веке, как мы ее себе мыслили? Нет, нет, это худший из стереотипов, сейчас Владимир Владимирович вступит, это худший, с моей точки зрения, стереотипов, а, что значит мужики перевелись, б, что бабы все стали феминистки и берут на себя слишком много, и это такая чепуха, и тем люди прикрывают свое несостоятельное. Разрешите, я договорю, это чепуха от первого до последнего слова, и это, что любовь нынче не та. А в чушь чепуха? Потому что это ахинея полная, да, во все времена были никчемные мужчины и слишком активные женщины, и чувство фальшивое, которое принималось за любовь. Оно было при Рафаиле, а у него было при первобытном общинном строе, оно и остается у нас сейчас. Давайте быстренькое голосование проведем. У кого из девушек сидящих здесь есть молодой человек? Поднимите руку. Поднимите руку. Секундочку, давайте мы будем дебатировать немножко по-другому. Скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, ну, хорошо, любовь, она сейчас остается такой же, да, по вашему мнению, как и две тысячи лет назад, например. Абсолютно, ничего не изменится никогда. Она родилась такой, и бог такой придумал. Ну, простите тогда, а почему мы сейчас, это что, оправдание какое-то? Вот, Владимир, скажите, пожалуйста, почему мы себя чем-то оправдываем, что у нас нет времени там на серьезное ухаживание, на походы в театр? Да кто оправдывает себя? Вы? Я вас умолю. Например, иногда я могу сказать, что у меня нет времени, да, чтобы найти вежу в серьезное. Да, во все времена были люди, у которых нет времени на любовь, а были, которых есть. Мы перед тем, конечно, как выйти сюда с Татьяной Витальевой, у нас было одинаковое выражение лиц, когда вы вдруг говорили о сексуальной там революции в 19-м, 20-м и 21-м году веке. Мы вдвоем сказали, какая чушь, какая чушь. И посмотреть друг на друга, возлюблено. Да, с пониманием. С пониманием. Потому что секс был, секс есть, секс будет. Всегда. И никакой сексуальной революции. Абсолютно. Да никто не спорит. Условно, я или он, он хотел, хочет и будет хотеть. Она хотела, хочет и будет хотеть. Вы считаете, что с сексом никаких изменений не произошло? Революции нет, не было и не будет. То есть нас с вами обманули. А вы согласны? Давайте мы с вами проголосуем сейчас и узнаем, поддерживаете ли вы Владимира Шахиджаняна. Итак, была ли сексуальная революция или секс, как был, так и занимает очень важное место, важную позицию в нашей жизни. Итак, голосуем. Кто за то, что секс был, есть и будет? Синие карточки за то, чтобы секс был такой, какой... А кто за то, что мы с вами изменились и секс стал плотнее участвовать в нашей жизни, чем это было раньше? Один Егор Александрович. И то, и то вот так он делает. Вот так, вот так. Остались все-таки еще романтики, которые считают, что мы с вами все-таки жизнь немножко упрощаем. Мы сегодня не рассчитывали вывести какую-то формулу серьезных отношений. Между мужчиной и женщиной все происходит сложно, и философы тысячелетиями пытаются разгадать эту загадку. Но все-таки для нас важна и любовь, и занятие ей. С вами была Недшоу «Реалисты», совместный проект Общественной палаты Российской Федерации и Гуманитарного института телевидения и радиовещания. Смотрите нас каждые две недели. И помните, реальность зависит от нас с вами. Я требую продолжения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова